И всем привет, с вами Саум, и сегодня будет третий обзор зеленой линии, а именно третий выпускового участка, который состоит из трех станций. Тургеневская, Первомайская, Сопол. Открылись они в 1990 году, и поехали со станцией научной, на их, так называемой. Вот, сейчас у нас тут довольно-таки интересный перегон, тут диагональный вот, и тут очень трудная ситуация была на Тургеневской, как раз из-за того, что там океан, сами поймете сейчас почему, мне пришлось вот так делать диагональный перегон. И вот станция Тургеневская, у нее были пусть осуществляться переходом в станцию Адмиралтейская, Синяя линии, четвертой. И это, по сути, церковка ножка, видоизмененная. Вот, вот такая вот станция, простенькая довольно, но с обкусом. Вот, тут у нас либо лестница, либо эскалатор, что хотите. И изначально Тургеневская, где-то вот так стояли, а выход был вот здесь, но я подумал, лучше переход будет вот здесь, будет. И, а сам выход повернул. И, поэтому вот так, у нас тут красный. И вот, может, Тургеневская. И вот то, что я говорю океан. Ну, там мы видим вдалеке подъем линий, да, она уйдет наружу. Вот, у нас тут станция такая. И, все, мы поехали дальше. Санц-пунице Тургеневская, вторая линия. Следующая станция у нас Первомайская. Она также у Дюнартанка, как я говорил, открылась. И она наземная, вот. Мы сейчас поедем, будем подниматься на улицу. И тут, это самый длинный перегон, кстати, Тургеневская, Первомайская. Если у меня все плюс-минус перегон 200-300 блогов, не знаю, для кого много, для кого мало это. То тут 500, нет, даже 600 блогов. Мы сейчас выехали на метромост. Пока он без названия, но ладно. Он пойдет через океан. И там я просто пока, когда здесь, делал Тургеневскую, я понимал, что мне нужно куда-то идти дальше. Просто понимал, что все на Тургеневской останавливается. И мне пришлось... Сейчас, не грустнее, когда-то в Накмайнах. Сейчас, подождем. Во, прогрузился, ура. Вот там, вдалеке, не видно даже Тургеневскую. А вот мы видим тут поворот. И почему-то опять не подкрублено. Что с Майнкрафтом, не понятно. Ну, тут мы поворачиваем, и вот там станция будет. Станция Первомайская у нас с боковыми платформами. И я ее делал... Вот она, виднеется. Я ее делал по типу станции Донепр, что находится в Киеве, но... Попытался сделать ее в селе 90-х. Я просто не хотел уходить глубоко под землю. Из-за воды. Вот такая у нас станция получилась. У меня правая часть не подкрубляется, как сюда. А вот, что у меня патч. А что вы хотели, если у меня уже весит 30 мегабайт, или даже больше. Вот такая у нас станция. Освещение, скамеечки. И давайте я выхожу. Вот тут мы поднимаемся, можно прийти на другую платформу. Вот. Вот. И такой вестибелочек. Красный, синхимический. И вот такой простенький белый вестибел. Поехали дальше. Следующая у нас станция Сокол. Делал я... Делал не я, а мой друг. Ссылочка на него будет в описании. Но я видоизменил стены. Изначально станция должна называться... Была Кропоткинская. Но... Подумал, ну что-то как-то не очень. И... А из-за того, что под названием Кропоткинская... Ой, Сокол. Не подходят такие стены, которые были изначально. Я переделал стены, и они теперь по-другому выйдут. А суть станции не поменялась. У меня опять не прогружается мир. Ладно. Вот станция Сокол. Я её опять не делал по типу московской станции Сокол. Ну и... Ну ладно. Ой, точнее не я делал. Ошибочка. Вот такая у нас станция Сокол. Тоже из биды заменилась собаконожка. Ммм... Давайте я покажу выход. У нас вот такой вот... Отболдоватый. И... Вот такой ребенке странный выход. Не знаю. Самый странный, самый ужасный, я так думаю, выход на землю. Ну ладно. Бывает же... Не бывает семья без урода. Ааа... Всё, это последняя станция. Давайте я покажу оборудованный тупик. Которого... Нет. Потому что тут у нас съезд с пути на путь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Салум. И всем пока.